Концерт-игра «Улыбыши» в Тути начинается с соревнования. Ведущие предлагают ребятам разделиться на две команды и сочинить вальс и контр-данс. Всё, что нужно для игры – специальная таблица, игровые кости, ноты и аккорды. Сочиняем новую часть, вторую. Первый, так, второй, шестой. Тути – это музыкальный термин, значит вместе. Вот и ведущие предлагают детям всем вместе посетить виртуальную экскурсию в дом великого нижегородского музыканта и критика Александра Улыбышева. Его двери всегда были открыты для музыкальных знаменитостей и не только. В особняке на Большой Покровской, по некоторым данным, бывал и сам Александр Сергеевич Пушкин. А ещё в доме Улыбышева всегда звучала музыка – турецкий марш Моцарта, пятая симфония Бетховена. Маленькие зрители в течение вечера не раз играли роли великих композиторов. Дима Скороделов, юный пианист, примерил на себя парик Жабо Йозефа Гайдена. Как только зрители начали засыпать, расставался могучий как раз как грома удар большого барабана. Мне очень понравился этот концерт. Мне понравилось, когда я играл роли Йозефа Гайдена. И мне очень понравился последний момент, когда мы играли марш Черномора. Мне очень понравилось то, что тут все могли поучаствовать. Мне тоже понравилось сопровождать фортепиано и сочинять произведения музыкальные. Сценаристы – они же постановщики и режиссёры игровых концертов, музыканты и преподаватели Татьяны Щекунова и Светланы Кутлина. Они не просто коллеги, но ещё и хорошие подруги. Однажды при встрече они просто случайно придумали, как можно зажечь в глазах детей огонёк и привить им искреннюю любовь к классической музыке и искусству. Долгое время мы работали для взрослой аудитории. У нас были проекты, которые тоже показывались в области. Есть музыка над нами, музыкальные собрания. Но последние семь лет мы сосредоточили своё внимание на детской аудитории. Ну и вот считаем, то, что мы делаем, то, что мы предлагаем сейчас для детей, это такая, знаете, реальная альтернатива современному миру гаджетов, виртуальному миру мессенджеров, игр. Мы считаем, что нужно их вырывать в замечательное живое общение, дружить с музыкой, дружить с искусством. Удивительно, но рассчитанную на детей программу с удовольствием посещают и взрослые. Отвлекаешься вот от этого, от этих будней, да, повседневных, и вообще так это вдохновляет и воодушевляет вот эти все, вот такие вечера. «Улыбыши в Тути» — это лишь один концерт из проекта «Детям Нижнего Новгорода» и не только. Татьяна Щекунова и Светлана Кутлина, его идейные вдохновители с большим удовольствием не только принимают ребят у себя в гостях в консерватории, но и часто показывают свои игровые концерты в городах Нижегородской области. Юлия Калинина, Максим Веселов, Время новостей.